С началом режима самоизоляции ежедневно неравнодушные граждане собираются, чтобы помочь пожилым жителям Ленинского городского округа. До сих пор им выходить на улицу нельзя, но волонтеры до сих пор собирают заявки, закупают продукты и периодически созваниваются с пожилыми людьми, чтобы поддержать их в трудный период. День Светланы Лобановой начинается рано. В половину шестого утра она уже развозит продукты для пожилых людей. Заявки в специальной группе волонтеров ватсап она берет часто. Своих подопечных за это время Светлана хорошо узнала. Кого-то радует любимым печеньем, а кому-то привозят букеты сирени. Что, скучно не было? Ой, как красиво-то! Светлана Лобанова помогает пожилым людям с начала режима самоизоляции. Когда она узнала, что общественная палата Ленинского городского округа собирает волонтеров, сразу же поддержала идею. Я верующий человек и исполняю одну заповедь. Помоги себе и ближним. Это первая заповедь, которую хотелось бы исполнить сейчас, в данный момент, потому что все люди находятся на карантине. Есть такие люди, которые не могут выйти из дома. И я понимаю, что, например, если не я, то кто? Трудно оставаться в стороне, когда сложилась тяжелая ситуация. Оксана Бега, давно присоединившаяся к волонтерскому корпусу, прекрасно понимает, как сейчас важно поддерживать друг друга. Видно, она приехала из Донецкой области, где остались ее родители. В условиях пандемии на Украине ее родственникам помогают чужие люди. Поэтому Оксана решила, что будет поддерживать людей здесь. Ну, бывает по-разному. Бывает три, бывает пять. Когда кульчи разносили, то мы три дня на износ, там у нас и по сто человек было в день. Что вот просто адреса не успевали. Утром ушли, вечером пришли. Александра Уткина помогает тем, кто сейчас не может выходить из дома уже два месяца, пока находится в декретном отпуске. Ее старший сын Костя знает, что мама занимается важным делом. Поэтому помогает следить за младшей сестрой, пока закупаются и передаются продукты. Она нас в дальнюю закладывала, она сама бегала, а сейчас она стала нас брать с ней. Как и у многих волонтеров, у Александры есть свои подопечные, которых за это время она хорошо узнала. С кем-то поговорит, кому-то принесет необходимые продукты. Побыстрее бы это все закончилось с точки зрения того, чтобы у людей появилась возможность общаться друг с другом не по телефону, а воочию. Многим жителям Ленинского городского округа сейчас необходимы и лекарства, которые волонтеры специально привозят из районной больницы. Мы с утра получаем информацию о том, сколько у нас адресов сегодня. Поликлиника, сотрудники поликлиники готовят нам список. И смотрим, сколько понадобится волонтеров для того, чтобы быстренько развести лекарства. Потому что лекарства разводятся день в день, на завтра мы ничего не оставляем. С теми, кто болеет, чем-либо волонтеры не контактируют, а с остальными только с использованием всех средств защиты. Я, так сказать, безопасно все делаю. Маски, перчатки, антисептики всегда при себе. Ежедневно добровольцами обрабатывается множество заявок. Иногда пожилые люди берут номера телефонов и звонят своему волонтеру, который тут же спешит принести необходимые лекарства и продукты, вынести мусор или оплатить счета.